В Твери завершается строительство Центра образования Брусилова. Этого события ждут родители учеников 52-й школы, которая сейчас является единственным учреждением образования для юных жителей микрорайонов Мамулина и Брусилова. Сейчас открыта запись для обучения в новой школе. Дочь Юлии Одровой пошла в первый класс, сын Ольги Смирновой учится в четвертом. Обе женщины планируют в следующем учебном году привезти детей в новую школу, а точнее в Центр образования Брусилова. Ждем с нетерпением открытия новой школы, так как она находится ближе к дому. Там не надо будет переходить дорогу в цели безопасности. Родители школьников отслеживали все этапы строительства нового соцобъекта. Каждая новость как еще один шаг к открытию Центра образования. В интернете следим за новостями строительства школы, потому что мы с нетерпением ждем ее открытия и видим, насколько там все необычно, но новая, красивая, просторная. Школа будет оснащена современными лабораториями, современным оборудованием, что является большим плюсом для развития и обучения детей. Светлана Филипповна ведет внука в 52-ю школу. Уроки у второклассника начинаются в 11 часов. Такое расписание создает определенные неудобства. И бабушка тоже надеется, что в третий класс Артем пойдет в новую школу, а учиться будет в первую смену. Ни днем нет времени, ни вечером только нет. С кружками большие затруднения. Иногда бывает, что сразу после школы они ходят на борьбу без всяких переодеваний, без еды. В Брусилове сейчас идет активная жилая застройка. Число школьников в районе будет только увеличиваться. В основном покупают, конечно, квартиры, это молодые семьи. Соответственно, эта школа необходима для жителей этого микрорайона. Также есть уже записи со стороны жителей других микрорайонов города Твери в эту школу. А это директор Центра образования Ольга Коротких. На объекте находится едва ли не круглыми сутками. Она будет руководить, пожалуй, самым современным образовательным учреждением города Твери. Мы далеко от центра города, но в то же время ребята смогут здесь, в рамках школы, побывать в планетарии, сходить в киноконцертный зал. То есть у нас наш зал, который сейчас уже обустраивается, он предполагает, что будут там такие вот, ну, большие какие-то мероприятия. Самым современным оборудованием оснастят лаборатории при кабинетах химии, физики и биологии. Но и это еще не все. Каждый класс будет оборудован интерактивными досками последнего поколения. Компьютеры, документ-камеры в каждом кабинете, планшеты для работы с журналом, с электронным журналом, с электронным дневником. Недавно Центр образования посетил губернатор Игорь Руденя. Глава региона особо отметил, что создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса. Запись для обучения школьников уже открыта.